Мечты всегда заразительны и очень удалены от реальности. Многие сталкиваются с проблемами еще на старте. Корень всего – это личные амбиции бизнесмена и убежденность в том, что франшиза – панацея. Меня зовут Дарья, я специалист отдела патентования юридической компании Юрвиста. И сегодня мы рассмотрим ТОП-5 ошибок франшизы. Итак, ошибка номер один. Слишком быстрый старт. Нельзя прыгать с места в карьер. Нужно дать своему бизнесу встать на ноги. Готовность к запуску франшизы можно оценить по следующим параметрам. Бренд уже имеет имя, он узнаваемый. Услуги или товары уникальны и востребованы. Есть реальная возможность предложить партнерам скидки в ходе закупок товаров и оборудования. Доступно уникальное программное обеспечение, которое будет использоваться для управления собственными точками продаж. Нет франшизы, но возможностью ее покупки интересуются потенциальные франшизи. Не стоит торопиться с запуском. Без тщательной подготовки, профессиональной команды, поставленных на поток производственных процессов и достаточного опыта, а также автоматизации текущих операций, вряд ли запуск удастся. Сначала нужно выйти на соответствующий уровень, а после только действовать. Ошибка номер два. Спешка после запуска. Даже если запуск был продуман, процесс идет по плану радоваться успеху еще рано. Не поддавайтесь эйфории от теоретических возможностей быстрых продаж и создания готового продукта за 20 дней. Реально за несколько недель создать только презентацию франшизы, похожую на сотни других подобных предложений. Вы можете добавить в быстрый франчайзинговый пакет шаблонный договор, но он не будет опираться на реальные риски бизнеса и его специфику. Конечно, быстрая реализация программы в целом реальна, но успеха в данном случае получится достичь только в двух случаях. Если бизнес максимально стандартизирован, детально описаны, внедрены инструкции, регламенты, существуют схемы для запуска, управление собственными точками, при этом обязательно наличие индивидуального договора. Для его подготовки нужна помощь профессионального юриста. Если главная цель компании – быстро заработать много денег, в том числе путем обмана потенциального партнера, таких вариантов немало. Обогатиться они позволяют только продавцу франшизы. В остальных случаях на упаковку франшизы уходит до несколько лет. Третья ошибка. Отсутствие уникального торгового предложения Предприниматели нередко запускают франшизы, похожие на тысячи других рыночных предложений. Это не имеет смысла или не приносит больших денег. Только адекватное и уникальное коммерческое предложение поможет заявить о себе и быстро выйти на приличный доход. Что именно вы готовы предложить рынку? Проанализируйте конкурентов. Выберите франчайзинговую модель. Определите оптимальные условия сотрудничества. Четвертая ошибка. Отсутствие юридической упаковки. Бизнесу для запуска нужны защита и хорошая юридическая упаковка. Это тот фундамент, на котором держится любое дело. После регистрации товарного знака право на его использование получает только его владелец. Это значит, что никто не может украсть идею вашего бизнеса безнаказанно или предлагать клиентам тот же продукт, что и вы. Зарегистрированный товарный знак позволит нам привлечь к ответственности нарушителей вашего права. Поэтому выделите все объекты авторских прав, предусмотрите защиту технологий, продуктов, зарегистрируйте собственный товарный знак. С будущими франчайзи обязательно нужно будет подписать соглашение. Ошибка номер пять. Отсутствие отдела продаж для франшиз. Франшизу следует активно продавать и продвигать. Для этого предстоит сформировать отдел маркетинга по франчайзингу и отдел продаж. Основную прибыль франчайзеру приносят сделки с франчайзи. Сотрудники отдела продаж должны быть компетентными, грамотными специалистами, нацеленными на результат. Ведь у незнающего человека франшизу не покупают. Важно, чтобы в отделе работали опытные сотрудники, которые умеют доносить точную информацию по наполнению франчайзингового пакета и условиям договора до потенциального партнера. Так отдел продаж конвертирует заявки в конечные сделки. Продажа франшизы – это заключение договора между владельцем франшизы и ее покупателем. Если у вас остались вопросы, то мы с радостью на них ответим. Удачи и до новых встреч!